Всем привет! Одной из самых популярных игр в жанре зомби-апокалипсиса является игрушка Dying Light. За похождениями Кайла Крейна очень интересно наблюдать, да еще и главной изюминкой игры является паркур-составляющая. А если прибавить сюда еще скорость, реакцию и пару-тройку гличей, то на выходе мы получим самое быстрое прохождение игры, которое будет поделено аж на два типа. В сегодняшнем разборе перед нами предстанет полное прохождение игры Dying Light, содержащая как основную историю, так и сюжетное дополнение The Following. И оба мировых рекорда держит один и тот же пользователь под ником OzzyGG, прошедший игру за 1 час 37 минут и 19 секунд. Плюсуем сюда и дополнение Following, завершенный всего лишь за 8 минут. С вами, как обычно, Спектр, даю установку на 7777 пальцев вверх под этим видео. И не забудьте оформить подписку на канал, ролики выходят ежедневно, а разборы стараюсь выпускать каждые две недели. Давайте начинать! Пара особенностей перед самим стартом. Рекорд в категории Any был поставлен Ozzy всего месяц назад, то есть прохождение выполняется на одном из последних патчей в игре. Примечательно, что навык легенды также присутствует в игре. Объясню позже, почему я акцентировал на этом внимание. Также хочется отметить, что основной период забега это его начало, так как в первые 15 минут рана выполняются все необходимые условия для дальнейшего прохождения. Итак, в самом начале игры Крейн просыпается в башне. Отсчет на секундомере начинается с момента загрузки уровня. Первые пару минут выполняется обычная бега дня по чекпоинтам, вплоть до получения задания с поиском выжившего на 13 этаже. В одном из коридоров раннер зацепляется за верхушку проема и выполняется Out of Bounce, прыгая прямо в стену. Благодаря этому гличу раннер пробегает башню насквозь, не тратя время на лифт, катсцены и прочую беготню. После этого выполняется обыск первых комнат на наличие бинтов, алкоголя и пары других вещей для крафта. Подбегая к марку, раннер крафтит для него аптечку. При этом во время самого крафта нажимает клавишу Escape, возвращаясь к игре. Дело в том, что в Dying Light шкала не сбрасывается при переходе от инвентаря к геймплею. Это и позволяет отдать аптечку марку заранее, оставив аптеку себе после крафта. После разговора в штабе раннер отправляется к своему тайнику, забирая оттуда 16386 аптек и столько же клейкой ленты. Далее раннер, ну ладно, ладно, не удержался. Объясняю. Данная штука называется Dube Glitch, то есть искусственное удвоение предметов, в данном случае из хранилища. Выполняется он следующим образом. При заходе в хранилище, раннер переносит одну из вещей в сумку и наводит курсор чуть ниже надписи Duck Tape. После этого выходит, не трогая мышку и оставляя курсор на этом самом месте. Перезаходит в сумку и одновременно нажимает левую и правую кнопку мыши. В этот момент, с помощью клавиш WASD, игрок может перемещаться между предметами в сумке. Таким образом, он переходит во вкладку хранилище и нажимает клавишу забрать все, вместо подбора одной клейкой ленты. Клавиша C по стандарту. Раннер получает ее удвоенное количество содержащейся в инвентаре. Проворачивает этот ход еще несколько раз, получая на выходе 16386 клейких лент. Аналогично и дюпаются аптечки. Далее игрок выходит на крышу, где проходит полосу препятствий Рахима. Однако, вместо того, чтобы пробежать поверху крана в самом начале, раннер залазит на левую сторону и спрыгивает в самый низ. Телепортируясь обратно, он вновь упирается в левую сторону и снова вспрыгивает со здания. После второй неудачи, игра сама телепортирует крейна к Рахиму. Забавно, что этот момент пришлось проверять лично, из-за скептицизма. На удивление, оно сработало с первой попытки. Проходим полосу, нестандартным образом цепляясь за объекты, находящиеся прямо над крейном. Берем у старьевщика разводной ключ и выходим из башни. Далее по сюжету отправляемся к доктору Зере и попутно собираем несколько предметов за пределами его убежища. Траву, ядовитый лишайник и открываем в воде набор притч-с. Хватаем левый пакет и выходим в главное меню. Подобные выходы необходимы для того, чтобы игра телепортировала раннера как можно ближе к следующему выбранному заданию. Таким образом, набрав 2-3 ненужных квеста, можно использовать их для быстрого перемещения по карте. При этом не забывая о том, что проход к будущим квестам нужно заучить досконально. Затем раннер получает задание у спайка. Подбирает 5 фейерверков и снова выполняет прыжок сквозь стену, чтобы не ждать, когда крейну откроют проход. Разбираемся с двигателями, включаем питание и снова начинаем дюбать все предметы, находящиеся в инвентаре. Включая и наборы помощи притч-с. Однако в конце оставляем всего один, объясню позже. Не выполняя задания до конца, раннер бежит в башню, чтобы сбыть старьевщику с 16 тысяч наборов помощи, получая за это максимальный уровень выживания. Далее раннер качает самый первый навык. Открывает дополнительные слоты для рюкзака, навык для крафта бустеров и его апгрейд, а также крюк кошку. А затем крафтит себе еще один бустер из ранее подобранных трав или шайника. Снова выходит в меню, просыпается в комнате с сумкой, дабы забрать кошку и дюбнуть бустеры вместе с набором спасения, ранее оставленным при себе, и связывается с ВГМ. Вооружившись кошкой, раннер завершает задание, выполняет выход в главное меню и ложится спать. После этого вновь отправляется к спайку, отдавая ему оставшиеся наборы для спасения. Все очки переходят игроку в категорию легенда, так как выживание достигнут максимум. Таким образом, раннер вкачивает три категории навыков легенды, урон от рукопашки, выносливость и урон от огнестрела, вновь связывается с ВГМ. Перед разговором с Брэкеном, игрок покупает у старьевщика огнестрельное оружие, обновившееся за время сна Крейна, а затем начинает выполнять сюжетную линию, пользуясь квестами в качестве телепорта. Как я и говорил ранее, весь сетап забега по Дайн Лайт строится в первые 15 минут игры. Теперь уже вооружившись самой лучшей экипировкой, раннер бегает по всем остальным заданиям. После проверки всех аирдропов, раннер направляется к Райсу, не забывая сделать аут оф баунс около охранника, для экономии времени. Затем выполняется задание с двумя вышками, после чего необходимо вновь связаться с ВГМ. Однако в этот раз, раннер кидает под Крейна самодельную гранату, тем самым убивая его. В этом случае, катсцена с ВГМ будет проигрываться даже в момент смерти Кайла, а сам игрок сможет телепортироваться поближе к убежищу, в котором снова дюпает заранее найденные гранаты. Добирается до деревни Джафара, расчищая ее от зомби, сдает задание, после этого отправляется в сторону моря, лутая подводные водоросли. Связь с ВГМ вновь прерывается с самоподрывом Крейна, отчего тот попадает сразу же в башню, и еще раз связывается с ВГМ. Пробегается задание со школой, охотой на особого зараженного, минированием стройки и печальным исходом Рахима. В убежище Райса крафтится новый бустер на резист от урона, из заранее найденных водорослей и дюпнутой травы. Проходится арена Райса, на которой вкачиваются навыки силы, а именно, самый первый, поглощение урона и метательное оружие. Благодаря заранее вкачанным навыкам, босс Таран отлетает от пары ударов кулаками. После задания из сумки можно забрать весь оставшийся лут, а затем путь раннера лежит в Старый Город. В самом туннеле выполняется еще один Out of Bounds на самый верх, что позволит эффективнее использовать кошку и быстрее выбраться на поверхность, попав в конец локации. В Старом Городе, на задании с газом, раннер выполняет еще один Out of Bounds, скипая половину этажа. При этом каждый раз, пуская газ, игрок выполняет выход в главное меню. В туннелях под зданием снова делаем Out of Bounds и выбираемся наружу. Попадаем в музей, принимаем бустеры на резист и продолжаем пробиваться внутрь. Правда, в середине пути все противники резко игнорируются, а в Яме Зомби самое время вкачать навыки ловкости. А именно, Марафонса Адепта и Волт на перепрыгивание через Зомби. Зачищаем последний дворик, расправляемся с Зомбятиной, ловим Мега Трип и убиваем Тахира. В конце локации забираем остаток снаряжения из сумки и уже двигаемся к финалу. Из канализации раннер снова выбирается с помощью Out of Bounds. Завершаем задание с радио и через телепорт к заданию Бункер отправляемся в клинику Кэмдена. Через Out of Bounds проходим всю клинику, в которой подбираем ключевые предметы, выполняем мелкие поручения доктора и также спокойно выбираемся оттуда. В очередной раз во время диалога убиваем Кайла, делаем так еще раз во время второго диалога с Райсом. Перемещаемся к ближайшему квесту и начинается финальное задание. Пробегаем сквозь всех зараженных и в конце убиваем Райса. Секундомер останавливается на моменте, когда Крейн всаживает нож в Райса. Таким образом, получаем самое быстрое прохождение основной сюжетки Dying Light. 1 час 37 минут и 20 секунд от пользователя под ником OzzyGG. Но и это еще не все. Закрепляем спидран пробежкой по сюжетному дополнению The Following, который также прошел пользователь OzzyGG за 8 минут и 16 секунд. Удивлены как быстро? Давайте разбираться. В старт спидрана The Following происходит загрузки первой миссии, абсолютно любого сейва. На момент прохождения раннер использовал сейв с полностью прокачанным Крейном. Дальше приготовьтесь к скорости. Раннер проходит первое задание, используя навык, повышающий скорость передвижения Крейна после акробатических действий. Всего в стаке копится до 10 бафов. Необходимо как можно быстрее зарашить до деревни выживших, поговорить со всеми и получить в свое распоряжение автомобиль. После этого раннеру необходимо подобрать три ключевых объекта для завершения DLC третьей концовкой, вместо привычных двух. Для этого на краю карты в море игрок подбирает коды к запуску ядерной бомбы, спавнит автомобиль обратно на дорогу, пользуясь странной особенностью дополнения. На одном из военных складов игрок подбирает вторую составляющую, а именно армейскую ключ-карту. Игнорируя абсолютно всех противников, раннер устремляется к дамбе, под водой около которой лежит еще один труп военного со второй ключ-картой. Выполняется выход в главное меню, а затем из самой деревни достаточно добежать до места активации ядерной бомбы, не забывая о стаках ловкости с начала игры. Заходим внутрь, активируем ключ-карты и таким образом проходится дополнение The Following всего лишь за 8 минут игрового времени. По итогу мы получаем два мировых рекорда в полном прохождении сюжетки Dying Light от пользователя под ником OzzyGG. На этом видеоролик подходит к своему завершению. Надеюсь он вам понравился, если это так, не забудьте оценить его лайком и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить будущие видеоролики. С вами был Спектр, играйте в хорошие игры и играйте только с хорошими модами. Кстати, ссылки на оригинальные забеги находятся в описании к этому ролику. Всем желаю удачи и услышимся!